Всем привет, друзья! Первым пассажирским самолётом считается Илья Муромец. Он был переделан из бомбардировщика и был оснащён комфортабельным салоном, который мог вместить 16 пассажиров. С тех пор прошло чуть больше 100 лет. Современные самолёты стали намного больше и безопаснее. Они могут перевозить сотни пассажиров на расстоянии тысячи километров. И сегодня мы рассмотрим самые большие пассажирские самолёты в мире. Ну что ж, начнём! Самый большой в мире турбовинтовой пассажирский лайнер — это Ту-114. Самолёт, построенный на базе дальнего стратегического бомбардировщика Ту-95, мог перевозить до 220 пассажиров. Совершив первый полёт в 61 году, он мог бы не один десяток лет обслуживать дальнемагистральные пассажирские авиалинии. Но в середине 60-х началось бурное развитие новой страницы авиации. Реактивные двигатели были гораздо быстрее трубовинтовых собратьев. Поэтому время эксплуатации Ту-114 ограничилось всего 16 годами. Длина самолёта — 54 метра. Размах крыла — 51 метр. Высота — 15 метров. Максимальная взлётная масса — 179 тонн. Максимальная скорость — 880 километров в час. Дальность полёта — 9700 километров. Самым большим авиалайнером в СССР и России является Ил-96. Он сконструирован в ОКБ имени Илюшина и впервые поднялся в воздух в 88-м году. Ил-96 — это пассажирский широкофизеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости. В ходе испытаний Ил-96 выполнил беспосадочный перелёт из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно, пролетев 14800 километров за 18 часов 9 минут. Ил-96 оказался очень дорогим самолётом. Из-за этого многие авиакомпании предпочли использовать более дешёвые аналоги, такие как Airbus и Boeing. Стоит сказать, что борт номер один в России — это как раз Ил-96, на котором летает президент. Длина самолёта — 63 метра. Размах крыла — 60 метров. Высота — 16 метров. Максимальная взлётная масса — 250 тонн. Максимальная скорость — 900 км в час. Дальность полёта — 9000 километров. Максимальная вместимость — 435 пассажиров. Boeing 777-300 — двухдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт для авиалиний большой протяжённости, разработанной в начале 90-х годов. В настоящее время этот самолёт входит в воздушные парки основных авиакомпаний мира, осуществляющих международные перелёты большой протяжённости. Планировка самолёта позволяет авиакомпаниям быстро перемещать сидения, кухни и туалеты в зависимости от желаемой конфигурации. А конфигурация сидений колеблется от четырёх в ряду в первом классе до десяти в эконом-классе. Некоторые самолёты оборудованы VIP-салонами для чартерных рейсов. Максимальная вместимость самолёта — 550 пассажиров. Длина лайнера — 74 метра. Размах крыла — 61 метр. Высота — 18,5 метров. Максимальная взлётная масса — 350 тонн. Максимальная скорость — 950 км в час. Дальность полёта — 11 тысяч километров. Airbus A340-600. Эта машина входит в пятёрку самых крупных пассажирских самолётов и относится к семейству дальнемагистральных лайнеров. A340-600 является ближайшим конкурентом Boeing 777-300. Широкофюзеляжный авиалайнер с четырьмя двигателями создавался специально для дальних маршрутов. Производился он с 2002 по 2012 год. За этот промежуток было построено 97 машин. По сравнению с основной базовой моделью A340-300, 600-я версия, помимо удлинённого фюзеляжа, имеет больший размах и большую площадь крыла, а также более мощные и экономичные двигатели. Также на самолёте была увеличена крейсерская скорость и запас топлива. Длина лайнера — 75 метров. Размах крыла — 63,5 метров. Высота — 18 метров. Максимальная взлётная масса — 380 тонн. Максимальная скорость — 900 км в час. Дальность полёта — 14,5 тысяч километров. Максимальная вместимость — 475 пассажиров. Боинг 747-8. Двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт. Этот анонсированный в 2005 году авиалайнер является новым поколением знаменитой серии Боинг 747 с удлинённым фюзеляжем, перепроектированным крылом и улучшенной экономической эффективностью. 747-8 является самым большим коммерческим самолётом, построенным в США, а также самым длинным пассажирским самолётом в мире. Его длина составляет 76,5 метров. Пассажирская версия самолёта Боинг 747-8 в трёхклассовом салоне способна перевозить 467 пассажиров. Двухклассовая компоновка позволяет разместить 581 пассажирское место. Максимально же самолёт способен взять на борт 605 пассажиров. На этот самолёт были установлены новые экономичные двигатели General Electric. Данные моторы не только экономичны, но и обладают более низким уровнем шума по сравнению с предыдущими моделями. Размах крыла самолёта составляет 68,5 метров. Высота самолёта 19 метров. Максимальная взлётная масса – 447 тонн. Максимальная скорость – 988 км в час. Дальность полёта – 14 000 км. Самым большим пассажирским самолётом в мире является Airbus A380. Мировые авиакомпании стали использовать его для пассажирских перелётов в 2007 году. Авиалайнер поделён на две палубы – верхнюю, первый и бизнес-класс, и нижнюю, эконом-класс. А380 – это надёжный, облегчённый авиалайнер. Уровень шума в салоне по сравнению с Boeing 747 снижен наполовину. Имеется спутниковая связь, интернет и Wi-Fi. Есть возможность установки душа, баров и других улучшений, следуя пожеланиям заказчиков. Этот самолёт является самым экономичным среди больших авиалайнеров. 3 литра топлива на одного пассажира на 100 км пути. Airbus A380 решает не только задачи дальних и сверхдальних магистралей, но вполне успешно справляется с региональными задачами. Ведь экономичный гигант может заменять другие лайнеры на коротких рейсах с высокой плотностью пассажирского потока. Максимальная вместимость А380 – 850 пассажиров. Длина самолёта – 73 метра. Размах крыла – 80 метров. Высота – 24 метра. Максимальная взлётная масса – 560 тонн. Максимальная скорость – 950 км в час. Дальность полёта – 15000 км. На этом всё. Время не стоит на месте, и возможно совсем скоро построить самолёт ещё больших размеров, который будет способен перевозить уже тысячу пассажиров, а то и больше. Нам остаётся только ждать. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы этого ещё не сделали, впереди много интересного. А также включайте оповещение с помощью этого колокольчика, и тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!